Девушки отдыхают 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 Очень странный вопрос Если, в принципе, имя Алина подразумевает женский пол И спрашивать, что я думаю о смене пола Я хрену знаю Уж не хотите ли вы стать мужчиной Если да, то сначала Убедитесь, что вам уже есть 20 лет Или хотя бы вы непригодны к службе в армии Иначе вы только проиграете А при смене пола Кто такие теребонькие, я не знаю А заднеприводных Но я надеюсь, что вы, главное, меня не подозреваете В том, какой у меня привод рабочий Тут вопрос, в принципе, понятен Потому что уже, честно говоря, становится немножко страшновато Ну, не то, что вот прям Знаете, как кто-то По-моему Андрей Кочергин По-моему, подметил, что Если не ошибаюсь, что, типа Гомофобия Это боязнь Боязнь геев Я, говорит, геев не боюсь Я не гомофоб Я их, говорит, просто не люблю Ну, типа того что-то было Вот Просто уже Нельзя не заметить Ту пропаганду Яростную пропаганду Заднего привода Которая, в принципе, происходит Просто со всех щелей Как бы раньше такого не было Но, причем Эта мода В принципе, как одна из Разрушительных Приходит поэтапно Как, знаете, когда-то, допустим, пришел Все лучшее приходит из Америки у нас Да, как однажды, когда-то пришел Rock'n'Roll Всеми любимая Это рок-музыка Но И посмотрите Что в итоге Что рок-музыканты Некоторые до сих пор Позиционируют себя Как мы Были борцы Там с советским режимом Там была цензура Не было свободы То есть А мы пришли И все Победили То есть Грубо говоря Из Америки С группой С группой Битлз Или что там еще Ну Битлз вообще Англия По-моему Ну, не важно Короче, из Запада Что сейчас Сейчас наглядно Мы видим Что, в принципе Что Европа Что Америка У них один Антироссийский разум На всех Вот И оттуда Грубо говоря Занес Занеслась мода На рок-музыку И Кока-колу И джинсы Там Ну, вот это все И что в итоге Люди, которые Стали Слушать эту музыку И носить джинсы Стали резко Не любить власть Которая До этого Советский Союз Уже существовал Довольно приличное время Первым Уже в то время Не то, что там были Какие-то репрессии Расстрелы Этого в Советском Союзе Уже не было Зато мы летали в космос Мы строили новые города Строили ТЭЦ ГЭС Что угодно Везде первые 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 Образование Одно из лучших Дети по улице Не болтаются Все Программа лагерей Детские сады Школы Все развивалось Все росло Но вот Пришла рок-музыка И которая сказала Что все это говно Вот Важно слушать Что поет Что-то Я вспомнил Что есть же музыка Блин Твою мать Не вовремя Вот Здесь, кстати Одна из самых Подходящих гонок Наверное Для размышлений Потому что это красиво Это Интересно Выглядит Довольно Офигительно И Здесь Нету шуму моторов Визга тормозов А звучит музыка На которую не заявлены права Это Классное сочетание Вот Важнее Не развивать страну А слушать Что там Споет Шевчук Своей новой Очередной песни Песни у него Есть хорошие Есть очень хорошие Есть замечательные Но есть и бессмысленные Грех не признать Вот И теперь точно так же Стали прививать Гейства То есть Америка знает Что лучше для России Что Можно Скормить Здесь Чтобы и денег Заработать И навредить По максимуму И сначала Вспомните Да Пришла Эмо музыка Когда стали убеждать Что пацан Который Плачет По любому поводу Который Классит глаза И носит Джинсовые колготки Совершенно нормально А вот Пацан Который Этого Не делает Это Ёбаный Робот И вообще Нахуй Человек Вот Как бы А теперь уже Вообще В открытую Просто Блин Ни один Сериал Практически Ни один Фильм Раньше Ну не обходится Без геев Раньше Если геи Были Какие Юмористические Персонажи То теперь В игре престолов Открыто Жахаются В десны И в жопу За каким-то Хуем Парочка Геев Взялась В сериале Проходящих Мертвецов То есть Это все Очень заметно Я уже Говорил Что Прочитал Все Все Книги На данный момент Что вышли Из серии Игры престолов Поверьте Ни одного Гея Явного Открытого Там Нет Ни Лора Стирал Вообще Ни гей А там Совершенно Другая Причина Почему Он Вернее Там Даже Не он Не за него Серсея Должна Была Выйти Как и Санса Дело В том Что Сир Лора Стирал Вообще Это Просто Зачем Зачем В сериал Блин Вводить Геев Я не знаю Почему И причем Скажете Что сериал В принципе И в Америке В равной степени Показывают Америка Это страна Свободная Там давным-давно Привыкли К тому Что У них есть Геи У них так Дикое Блин Такими Дикими глазами На это Никто не смотрит Это у нас Блять Да что же За карта Такая Ёб твою мать Это у нас Охерительно Геи Принято Скрываться Вот смотрите Там Например Этот Скрипач С Евровидения Который Там Когда В каком-то Году Победил Потом Спокойненько Заявил Что он Гей У нас Так не Принято Что Ты идешь Открыть Открыто Публично Сознаешь Потому что Ну Киркоров Кто еще Там Билан По-моему Этот Из Хай-фай Блячал Галкин Они же Ну Они же Они скрывают Можно сказать Что они Геи Они геи Если Для вас Это новость Какая-то То есть Там Есть Есть Забавные Статьи Там В интернете Кого Где Почикали Кого С кем Застукали Вот А теперь А теперь Как бы Ну Приходится В Спартаке Помните Этот Барка Со своим Слугой Тоже С этим Чуваком Тоже В десна Жахались Наперегонки Блин То есть Теперь Внушается В том Что это Нормально Идея С гей-парадами Естественно У нас В стране Не Прокатило В первую очередь Потому что В состав Нашего Могучего Государства Входят Такие Республики Как Чечня Дагестан И так далее Где Где ты Можешь Хоть На любом Уровне Законодательном Блять Каким угодно Сказать Что Гей-парады Разрешены И там Все это Бля Войной Закончится Все равно Там Сука Молодцы С этим Нянчиться Не будут В общем И целом Что можно сказать Считаю Насчет гейства Считать Гейство Нормально Ну не знаю Вот В этом На физике По-моему Объясняют Ну в школе На предмете Не на химии Про эти Катоты Оно Что два Отрицательных Электрода Они друг к другу Притягиваются Ну так в принципе Я думаю Что и гормоны У людей Задуманы Природой Что Притягиваются Отрицательные Друг к другу Там мужские К женским Женские Мужские То есть Феромоны К эстрогенам Эстрогены К феромонам И это нормально Так задумано Природой Чтобы человек Как бы Он Мог завести Детей Ну там Как бы Я точно Не знаю Но мне кажется Что животных Геев В природе Нет Если там Какой-то Самец Там Какой-то Обезьяны Там Жахнул В туза Другого Самца Обезьяны Значит Блин Он просто Подтверждает Своё лидерство В стае Не более того То есть Вот Поэтому Я думаю Что Ну вообще Это ещё При Гитлере Выяснили Что гейство Это Болезнь И она Очень даже Лечится Лечится Репрессиями То есть Есть такой Фильм В значит Вендетта Где Типа Когда В Англии Пришла Какая-то Радикальная Партия К власти Там Стали Отлавливать Геев Лесбиянок Типа Бросать их В колонию То есть Тоже Фильм Да Врубаетесь Да Про что Был На самом деле Вот Собственно А что В этом Плохого Зачем Как Зачем Ну Какой Плюс От того Что Допустим Два Однополых Человека Там Нашли Друг Друга Они Заведут Семью Они Не Увеличат Население То есть Наоборот Это Убыль Естественно Убыль Населения Потому что Они Слава богу Не могут Друга Друга Еще Рожать Ну Как я Говорил Типа Если У двух Человек Рождается Один Ребенок Это Убыль Населения Уже Убыль На Одного Если Там Ну Пожалуйста Так Блять Дерьма Кусок Вот Если Два Ребенка Население Остается На одном Уровне Если Если Ни Одного То Это Вообще Полная Жопа Вот Поэтому Насаждение Гейской Культуры Я думаю Что Это Одна Из Этих Как Демографических Бомб Что Ли Которые Закладывают На Будущее Дабы Контролировать Популяцию Населения Земли И Вообще Это Масоны Придумали Я Хрен его Знает Короче Моё Мнение Что Я Не Говорю Что Нужно На них Охотиться Но Говорю Что Абсолютно Правильный Вы Принят Закон О запрете Пропаганды Все Эти Херни Никаких Парадов Никаких Блять Футболок С надписью Здравствуйте Я педераст Ничего Такого Нахуй Быть Не должно В своей Жизни Да и Блять Это Просто Ебнутая Карта В своей Жизни Я в принципе Видел Только Один Раз Или Два Раза По Гея Я Не помню Рассказывал Я Или Нет Что Это Было На Девятое Мая Ночью По Городу Гуляло Тело Мужское В Юбке В Колготках А В Руках Воздодер То Блять Видно Что Типа Да Мне Страшно Меня Могут Убить Но Я Все Равно Буду Показывать Что Я Что Я И Кто Я Вот Основной Основной Посыл Типа Я Тоже Человек Так Блять Никто Тебе Не Говорит Что Ты Нелюдь Просто Блять Никаких У тебя Парадов С Друзьями Про Межбулочным Процедурам Не Будет Блять Какой Нахуй Парад В нашей Стране Парады Придумал Товарищ Сталин И Это Были Парады Победы Все Других Парадов У нас Нахуй Не Будет А тут Блять Собрались Нахуй В жопу Пожахались Давайте Блять Парад Нам Нахуй И роту Барабанщиков Наверное С влагами Блять Да Ёб Твою Мать Вот А Кстати Был Такой Известный Андрогин Не Знаю То Что Это Значит Наша Русская Фотомодель По имени Андрей Пежич Которая По моему Не так давно Все таки Сделала Операцию По смене Пола Теперь Стал Он был Как бы Страшный Пацан Теперь Страшная Баба В то же Время Я слышал Что в Америке Какому-то Мальчику По моему Вообще Чуть ли Не Совершеннолетний Ему Сделали Операцию По смене Пола Потому что Он Типа Как это сказать Была Женщина Заперта В теле Мужчины Короче У него Гормоны Были Типа Почти Все Женские Он Сам Был Больше На девочку Похож Все манеры Все это Вот И он Сменил Типа Пол Родители Подписали Что Да Мы Согласны Пусть У нас Родился Сын А будет Дочь Вот Правда Я не знаю Кому Нужна Такая Дочка Как бы От своей жены Вот Пошли в больницу Короче Там Туда Сюда Выяснять Че Хуйня А потом Выяснилось Что А он Бизнесмен Короче Блядь Он Типа Богат И Выяснилось В больнице Блядь Что У него Жена Раньше Мужиком Была Я Не Выдумаю Ничего Не пизжу Может Быть Это Желтая Пресса Наснимала Эту Передачу Раньше Была Эта Передача С Нагиевым Окна Где Все Истории Были Вымышлены Пиздеж Чистой Воды Блядь То есть И потом Уже Под конец Там Все Из пальца Высасывалось Типа Там Какие-то Рыцари В студии Дрались Там Пиздец Такой Творился Вот И здесь Короче И мужик Сидит И ему Сказали Что Блядь Жену Твою Звали Раньше Петр Он Сидит Такой Ебаный В рот Ебаный Как Жить Нахуй А потом Сказал Ну Че Уж Теперь Делать Блин И Вот Эта Мысль Какое-то Время Не давала Мне Покою Только Представьте Там Допустим У каждого Есть Девушка У счастливых Может Две Или Три Ну Или Бывшая Какая-нибудь Вот Представьте Что Ситуация Теоретически Что В один Прекрасный Монет Оказывается Что Раньше Она Была Мужиком Как Как Вы На Сука С какой Тем Ушел Нет Все Хватит Хватит С меня Этих Аномальности Природных Следующая Тему Ну так Мельком Предложил Совсем Совсем Недавно Сегодня Прям Чел Спросил Что Я думаю По поводу Закона О запрете Торрентов Всяких Который Вступит В силу С 1 Мая Если Кто Не Знает Все Большинство Торрент Трекеров Закроют Нахрен Куда Тут Ехать Та Ебанутая Карта Вот Так Что Фильмы Теперь Придется Покупать Ну А Что Я Тут Могу Думать Что Закон Закон Говно С моей Точкой Зрения Потому Что Я А Я Пират Всем Кто Привык Смотреть На Халяву Закон Не Понравится Но Как Тут Надо Друг Понимать Потому Что Правообладатель Тоже Хочет Получать Денюжки Не Все Правообладатели Дармоеды Которые Только Правами Обладают Некоторые Делают Переводы Ну Кстати Пиратские Переводы Сейчас Тоже Имеют Место Быть Поэтому Можно И без Правообладателей Обойтись А Уж На Сериалы Это Точно Можно Ну Не Понимаю Почему Зачем Продавать Кому То Ну Нет Вернее Это Все Понятно Что Покупают Сериал Чтобы Показывать На нашем Телевидении И там Бабосики За рекламку Себе В карманчик Складывать Хорошо Хорошо А есть Пиратские Переводы Которые Просто Этому Процессу Мешают Потому что Переводят Быстрее Выходит Все Сразу Не знаю Что за Лохи У нас На телевидении Работают Там Мне кажется Такие бабки Крутятся Там Все Просто Не знаю В чем У них Проблема Чтобы Купить Параллельный Показ Сериала С переводом Я не понимаю Почему Они На телевизоре То есть У нас Сериал Появляется Только тогда Когда в Америке Закончится Ну хотя бы Сезон То есть Ну нет Такого Что Сегодня У них Завтра У нас Хуй Там Сегодня У них Завтра У нас На торренте Вот так Вот Вот С этой С точки Зрения Конечно Просто Смысла В правообладателях У нас Нет Никакого Локализаторы Игр Халтурят Блять Не делают Озвучку А денег А денег Хотят Как будто Блять Это они Игру Придумали Вот Плюс Ко всему Доллар Подпрыгнул Да Теперь Лицензионные Игры Стоят Блять Дохуя Денег Фильмы Я думаю Что тоже Тем более Что У всех Давным-давно Стоит Дом Я думаю Ну Какой-нибудь Экран На котором Да Имеет Смысль Смотреть Хотя бы 720 Качества Обычный DVD К тому же Блять Хуй Да Хуй То есть А это Удовольствие Блять Еще дороже А где Денег На это Все взять А не Ебет Говорит Правообладатель И залупляет Цены А не Ебет Говорят Люди Идут Качать Пиратки То есть Как бы Не надо Думать О том Что Типа Ой Блять Раз они Нам Объявили Санкции Мы будем Блять Бесплатно Смотреть Их Кино Нахрена Вы нам Запрещаете Так это Не из их Карманов Деньги Воруете В основном А в основном Из наших Правообладателей И реклама Сука Дателей В принципе Ну да И рекламодателей Тоже Плюс Не знаю Как они Как они Считают Рейтинг У сериала Они учитывают Скаченное Количество Фильмов Там Плюс Ко всему Очередной Раз Попадут Под раздачу Наверняка Торренты С бесплатными Электронными Книгами Тема Мне кажется Актуальная Я по крайней мере Блин Теперь люблю Скачать Книжонку За бесплатно Потому что Книга В ларьке Стала стоить Просто абсолютно Каких-то Ебанутых денег Ну серьезно Вот если раньше Когда я еще Не знаю В школе учился Или после школы Книгу можно было Купить за 80 рублей То теперь Какого-нибудь Блять нормального Автора Я даже хуй узнаю Рублей 800 Там бывает Ну я вообще Электронную книгу Купил чтобы Игру престолов Прочитать Когда увидел Сколько за эту Игру престолов Хотят у нас там Что-то За 3 книги Что-ли Они там Чуть ли не 3000 рублей Объявили Мне там В интернете Я хрен его Знаю Это пошел Скачал Вот Закроют все Вот эти торренты Да И закроют глаза На то что Самая читающая Как у нас сказали Мы самая читающая Страна на земле Вот При этом Не считая Видимо Количества Пиратских скачиваний Вот Уже похеру Что мы там Самая читающая Самая никакая Это все Закрыть Все Все торренты Останется только Порнуха Походу Порнуха Блять Всегда выживают Смотрите Запретили Алкогольную Компанию Порнуха Блять Стороной Смотрите Запретили Ну рекламу пива Это когда я еще запрещаю Потому что запретили Рекламу сигарет Да там в телевизоре В кино Похуй Порнуха Блять Остается Запретили мат На телевизоре Похуй Порнуха Остается Блять Запретят Пиратский контент Похуй Блять Порноторренты Блять Останутся Никуда не денутся Где Кстати Те же самые Пидорасы Там блять Имеют раздел Уже Чуть ли не больше Чем там Традиционный Какой-то Ну собака Недавно Недавно Обогнали Вот Поэтому я не знаю Наша страна Как-то борется Непоследовательно Это закон Понимаете Принято Из-за того Что Деньги Идут мимо Чьих-то карманов Там Сверху То есть Мысли о том Что Чтобы Что-то полезное Для людей делать Этот закон Не несет Никакой Ну Ввиду того Что Страна У нас На закон Это Руку быструю Имеет А вот И на то Что их Выполнять У нас Все как-то Хромает В надежде На это Я надеюсь Что все-таки Какие-то Торренты Выживут Но и все равно Будут найдены В ближайшее время Моментально Обходные пути Потому что Они не будут Сайты закрывать Они будут Доступ к ним Закрывать Из российского Блять Типа интернета Ну Я думаю Просто ты берешь Скрываешь Свой IP-адрес Блять Элементарно Нажатием кнопки В спецпрограммке Вот Или хосты Там прописать Ну короче Что-нибудь Блять Придумают У нас Народ на халяву Падкий У нас Мы Без халявы Не останемся В общем Советую Не бздеть Раньше Время И не паниковать Вот На этом Думаю Что Заканчивается Так что Если вы хотите Чтобы я О чем-то Высказался Оставляйте Комменты В группе Специальной Теме Вход в группу Свободный Вот Так что Все Адьё